Сто двенадцатый Что здесь спрятано загадочное? Отчасти это правда. Сто двенадцатый — попытка китайских инженеров сделать советский танк лучше. Но что бы там они ни сделали, орудия остались главным признаком родства. Они у сто двенадцатого и из шестого — близнецы. И если быть откровенными, их это не красит. Обычно меткость проверяют, стреляя по тарелкам. А больше всех на тарелку похож Е-25. Нервы здесь кончатся гораздо быстрее, чем снаряды. Орудие могло бы быть вполне точно. Китайцы даже дали ему снайперский обзор в триста восемьдесят метров. Это на тридцать метров дальше, чем у ИСа. Но скорость сведения — 3,4 секунды. Бегать прицелом за танками бесполезно. Лучше остановиться и подождать, пока они сами в него зайдут. Такой недостаток надо вытягивать модулями и экипажем. Усиленные приводы наводки — обязательно. Стабилизатор вертикальной наводки — во второй слот. И досылатель в третий. Эта штука всегда нужна. Среди перков экипажа ускорить сведение помогут плавный поворот башни и плавный ход. Если попасть, 25-му снесёт полхп. Альфа-урон огромный — 390. Жаль, реализовать его сложно, потому что бронепробития не хватает. Из-за этого так и хочется сменить снаряд, чтобы показать, наконец, какой потенциал скрывает орудие. На ИСе с подкалибером жизнь превращается в сказку, а 112-й всё равно будет потеть. У него кумулятивы. Да, они мощные, мощнее подкалибером. 250 мм пробития против 217. Но стоит попасть в гусеницу, экран или орудие — и всё. Пробитие сходит на нет. Поэтому надо целиться. Но как с такой точностью? Если пушка как дубина, значит и дубасить ей надо в упор. Делать это без защиты нельзя. И вот броня здесь как раз меняет всё. Для испытания прочности у нас есть отличное место. Мы называем его «Полоса позора». Вот свирепые воины-песочницы. Для тяжей восьмёрок это смех, а не противники. Но что, если их будет два десятка? Выдержит ли броня такую злую шутку? От бортов ИСа снаряды скачут, как кузнечики. Правильно, там всё хорошо. 100 мм плюс рикошетная форма. А китайцы, видимо, не думали, что тяж может угодить в такую передрягу. Борта тоньше — по 80 мм, да и наклонов почти нет. Ой-ой, китаец горит! Снаряд через тонкую НЛД угодил прямо в бак. Как быстро светляки нашли его ахиллесову питу! Чтобы такого не случилось, надо заливать в бак СО2. Слотов всего три, поэтому придётся выбирать — жертвовать комфортом пушки или не бояться пожаров. Но настоящая выносливость — это выжить, когда проблемы так быстро не кончаются. Сейчас посмотрим, как потрёпанные танки держат серьёзный урон. Огонь! И башня 112-го отбивает. Там 240 мм со сложной формой. Ещё выстрел! И ещё! ВЛД тоже держит. Здесь 120 мм под наклоном. Спереди китаец просто дубовый. А что у ИСА? А у ИСА такой башни нет. Вот и правда — смеётся тот, кто смеётся последним. О подвижности много знать не надо. 45 км в час — 26 градусов в секунду. Динамика достаточно хороша, чтобы о ней просто не думать. И не козырь, и не слабость. Гораздо важнее знать, как отразить урон и как дать сдачи. Это можно увидеть только в реальном бою. У 112-го есть очень важное преимущество — он почти всегда в топе. Десятки перед ним не появятся. Но большая сила — большая ответственность. Китаец должен быть надёжным щитом атакующей группы. Первый совет. Чтобы всё получилось, не думайте о стрельбе, пока не займёте позицию. Ищите место, где можно спрятать НЛД, а противник не стрельнёт с фланга. При этом сильно гористая местность нам плохо подходит, потому что не хватает углов вертикальной наводки. А в городе удобных позиций много — там 112-й будет хозяином положения. В отличие от ИС-6, играть ромбом удобно. Простая форма носа не откроет никаких уязвимостей, если довернуть корпус. А вот у ИСа — откроет. Второе. Рассчитывайте на башню. Для противников, которых вы встретите, это будет одна из самых трудных мишеней. Уязвимы там только лючки. Чтобы их не выцеливали, надо периодически стряхивать с себя прицел парой лёгких движений. Поэтому отвлекайте огонь на себя. Пусть на вас тратят время и снаряды. И если бы не башня, ждать сведения было бы очень трудно. А так — вполне. Конечно, когда не пробиваешь после долгого сведения, хочется засунуть 112-го на седьмой уровень, где его орудию самое место. Но потом отбиваешь снаряд ПТ и понимаешь, а ведь это самая настоящая девятка на восьмом уровне. Вот чего так не хватало его соперникам. Настоящего танкования. 112-й — это сильно перепаянный советский ИС-6. Знакомый, только лучше. Один рубрик. Ну, здесь, в принципе, рискуешь не очень многим. Всего одним рубриком. То есть, вход в это один рубрик. Так, я уже, наверное, здесь простая, как у всех, регистрация. Я уже зарегистрировал, но не буду вам показывать. Здесь вводите свой ник, пароль, е-майл, паэр. Оплата производится через паэр и киви-кошелёк. То есть, оплата происходит от человека к человеку. То есть, скам проекта в ближайшее будущее, я думаю, нереально. Админу выгодно то, что люди будут развивать структуру, и он находится на самом верху. Он продает уровни в самом ближайшем. Вот уже нас сколько? Две тысячи человек. Пятьдесят зарегистрировавших ждут подтверждения уровня. Тысяча двести пятьдесят пять на первом уровне. Ну, здесь всё видно, статистику. Не буду показывать вам дальше, здесь вот всё понятно. Так, посмотрим. Главное, вот проект. Интересненький такой. Вот мой аккаунт. Вот у меня структура. Вот уже до четвёртого уровня люди дошли. Один из приглашённых. Вот я развиваю свою сеть. У меня переходов здесь видно сколько. Вот я продал три первых уровня и два вторых. Ну, я недавно, неделю назад начал этот развивать проект. Так что неплохо. Вот здесь видно всю мою структуру. Вот мой первый уровень. Все люди. Потом эти люди у тех людей. Вот один уже закрыт. Второй закрыт. Вот все ждут здесь вот граф подтверждения. То есть они то ли оплатили, то ли ждут их удалить надо. То есть занимают места. Граф зайдёт. И должен подтвердить уровень. То есть мы заказываем заказ уровня. Здесь вам пишется. Вот кошелёк человека, которым я должен, например, если четвёртый уровень буду покупать, я буду заказывать у этого человека. Я ему перевожу деньги. Вот на этот пайер кошелёк. Или на этот киви кошелёк. Там в примечании пишу. Вот и мой ник. Гарик такой-то такой-то. Чтоб он знал. Потом вписываю сюда номер транзакции. И нажимаю кнопку заказывать уровень. Не знаю. Вы пока не переведёте деньги. Человек всё равно ходит проверяет. Там всё же видно. То есть кто переводил, что переводил. То есть он вам просто не подтвердит её. Так что лучше не надо обманывать. Там писать какой-нибудь левый номер транзакции. Заказывать уровень. Да. Вход всего лишь один рублик. То есть три ссылки, которые вы можете рекламировать. Происходит вот. И вот. Вот баннер. То есть. Рассылать. Ну здесь всё видно в принципе статистику. Если вы там уход в отпуск. Если вы там не появляетесь. Четыре-четырехсутка. Хват управляет отпуск. И админ. Там забираю 40 процентов комиссии. Вашей прибыли. Ну лучше конечно это раз. Хотя бы в сутки заходите. И проверяйте. Не заказали вас уровень. То есть. Будет видно. Кто у вас заказ уровня. То есть. У меня вот здесь все. Но нули. Да. А здесь появляется. Здесь появляется. Вот как здесь. Вот красненький. Появляется циферка. И один. На неё нажимаете. И смотрите. Кто вам заказал уровень. Номер транзакции. Вы его потом проверяете. На пайер или киви кошелек. И подтверждаете заказ. И он становится вашим полноценным рефералом. Так что. Здесь все просто. В принципе. Ничего здесь сложного нету. Развиваю свою ветку. То есть. Вот эти все рефералы. Здесь половина. Наверное. Больше половины. Это все мои. То есть. Вот. С контакта пришел. Вот. На это. На SEO. Я их. Брал. На. Монедом. Вот. Даже вплоть до четвертого уровня. Развилась ветка. Ход один рубль. Все реально. Свидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...